Привет, Ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Сегодня в этом крошечном видео я хочу рассказать вам об одной пасхалке или даже отсылке Ведьмак 3, которую спешащий игрок просто может пропустить, невнимательный не заметить, а не знающий просто не обратить внимания. А ведь она встречается по основной сюжетной линии. Даже я, когда первый раз услышал её, не обратил внимания, так как просто не понял её. Так вот, пасхалку эту можно услышать при торжественном воссоединении на просторах острова Туманов, если задать вопрос, в каких мирах скрывалась Цирилла. Она ответит, что Геральт не поверит и что это был мир, где... Там у людей в голове металл, а воины они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей, зато у каждого воздушный корабль. Ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Ах, надо было там остаться. Вот и вся отсылка к игре, которая ещё даже не вышла. И которая ещё даже не анонсирована нормально. Я когда первый раз услышал эти слова, даже подумал, что это отсылка на наш реальный мир. Металл в голове это наушники или гарнитуры, а летающие машины это самолёты. Но я тогда ничего не знал о Киберпанке. Во второй же раз, а точнее даже когда десятки комментариев говорили мне об этой пасхалке и спрашиваю, знаю ли я о ней, не оставили мне выбора, кроме как опять вернуться к этому моменту и действительно понять, что пасхалка не про наш мир, а про будущую игру CD Projekt Red. Киберпанк 2077. Но эта пасхалка это мелочь. Самое главное всё-таки в другом. Видя как Реды делают свои игры, что они закладывают отсылки даже ещё только к разрабатывающейся игре, я на 100% уверен, что в Киберпанк 2077 нас ждёт встреча с Цириллой. Возможно это будет лишь мимолётная встреча. Возможно лишь лицо в толпе, как например Гюнтер Одим, встречающийся повсеместно в дополнении Каменные Сердца на заднем плане. А возможно мы даже сможем поговорить с ней или посмотреть на её действия. А может быть она даже станет частью игры и на ней будет завязан какой-то дополнительный сайдквест. Хотя всё это маловероятно. Как и маловероятно, что мы увидим ещё кого-то из Ведьмака. Хотя и отсылки, пасхалки, например в виде книг, историй и артефактов или названий могут иметь место быть. Что ж, поживём, увидим, когда выйдет эта игра. Для тех, кто вдруг не знает, то Киберпанк 2077 это новая игра от студии CD Projekt Red. Как раз тех самых ребят, которые и подарили нам Ведьмака. Все три части. Игра будет про будущее, про Киберпанк, про аугментации. Примерно как в Deus Ex, только без противостояния обычных людей и аугментированных. В Киберпанк это будет скорее модное веяние, и люди будут пичкать себя железом даже просто ради красоты, а не ради полноценности или новых способностей. Про RPG, где мы сможем создавать своего собственного персонажа, в отличие от серии Ведьмака. Таким, каким мы хотим сами его видеть и развивать так, как хотим сами. Отыгрывая определенные роли. Возможно, даже будут разные вступления, в зависимости от того, чью начальную роль мы выберем, как в Dragon Age Origin. Про открытый мир, который будет больше, чем все локации Ведьмак 3 со всеми дополнениями. И в нем точно будет один огромнейший город-государство. И точно про мультиплеер. Хотя тут не все так определенно. Я точно помню, что Реды хвалили стиль мультиплееров GTA Online. Со всеми его плюсами и минусами. И возможно, нас ждет что-то подобное. Тот же самый город, что и в сингл-версии. Но в своем особом состоянии. И возможно, даже собственной линейкой квестов. Хотя, в отличие от GTA V в Cyberpunk 2077, у нас уже будет уникальный свой собственный персонаж. Что позволит им, в отличие от GTA V, сделать мультиплеер неотъемлемой частью основной игры с возможностью совместного прохождения. Хотя, не факт. Ведь сюжетка, насколько мы знаем, будет пропадение и восхождение нас, как персонажа. Как уникального персонажа. И кооператив вполне может нарушить эту атмосферу. В общем, Реды явно замахнулись на что-то очень большое и колоссальное. Последние новости говорят о том, что они даже запрашивают дополнительные субсидии у государства на реализацию тех или иных игровых фич. Короче, это что-то типа фонда кино. Но только в своем нормальном исполнении. Так вот, Реды замахнулись на абсолютно автономный, управляемый искусственным интеллектом город или города. Что позволит поднять на новый уровень детализацию жизни города и его реакцию на действия игрока. Среди прочего, там перечисляются создания новых технологий по анимации персонажей и фотореалистичной картинки. Но самое главное, там есть пункт про мультиплеер, который явно намекает на его масштабы. Но не пугайтесь, что такая крупная компания, как CD Projekt Red, просит дополнительные средства у государства. Для Польши это вполне нормальная практика, и Реды далеко не первые и единственные, кто просит и получает деньги на свои разработки в сфере игр. Кроме того, если внимательно прочитать то, что они хотят реализовать, то это скорее смахивает на полировку, дополнение или улучшение уже существующей игры. И в случае отказа от спонсирования, лишь слегка затронет ее игровой блеск. Я бы сравнил это с проектом на Kickstarter, когда собирается сумма больше заявленной, и деньги идут на реализацию дополнительных фич. Лично мне всегда были ближе игры про RPG, про открытый мир и про средневековье. GTA V отличная игра, но из всех трех пунктов она проходит только по одному, и больше всего мне не хватало именно RPG составляющей. Когда мы могли бы создавать персонажа с определенными способностями и навыками, и отыгрывать именно его. Это было бы просто потрясающим. А Reddy, как я понимаю, собирается сделать игру не хуже, чем Rockstar, но только в своей собственной темной вселенной киберпанка, с огромным открытым миром, RPG прокачкой и разными противостоящими друг другу фракциями. Если вам интересно чуть больше узнать о Cyberpunk 2077, то я советую вам посмотреть мое прошлое видео о нем. Там собрана вся известная информация на тот момент об игре, ссылка в описании. Сейчас же мы знаем, что игра активно разрабатывается, возможно даже уже собран ее костяк, ведь на ней работают в несколько раз больше людей, чем на третьем Ведьмаком. А те фичи, на которые они просят дополнительные средства, явно идут не в основной разработке игры. Reddy явно не собираются затягивать с ее разработкой, но и анонсировать игру заранее они тоже не собираются. Как я и говорил ранее, скорее всего с момента официального анонса, игра выйдет максимум через полгода. Надеемся на скорый анонс. А на этом все. По мере появления новых новостей, я буду держать вас в курсе всех событий. Всем спасибо за просмотр. Если видео показалось вам интересным или полезным, то почему бы не поставить ему лайк и не подписаться на этот канал. Следующее видео будет из цикла Технозавра, и мы посмотрим на еще одну штуковину, которую мне прислали. И не забывайте, в пятницу или субботу у нас первый стрим по прохождению первого Ведьмака. Я уже скачал и установил парочку модов на него. Ссылка на твич в описании. Увидимся в новом ролике, и на этом пока, всем пока-пока.